Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. Письмо 249. Доброй супруги о муже сектанте. Твой муж попал в секту, и с тех пор в вашем доме начались раздоры. Теперь вы не можете найти согласия ни в чем. Его новая вера пронизывает все его чувства и мысли, даже те, которые, казалось бы, не имеют с вопросами веры ничего общего. Так было испокон веков. Православные никогда не могли найти взаимопонимание с еретиками ни в вопросах государственного и общественного устройства, ни в вопросах семьи и воспитания. Молись Богу, и Он поможет тебе. Не отказывайся от мужа, не осуждай его, не говори и не думай о нем плохо. Так ты не исправишь его. Когда отец святителя Григория Богослова невольно впал в ересь, его благочестивая жена, но она очень горевала о нем. Она молилась Богу, чтобы он всемогущий, просветил мужа светом истины. И теплая молитва жены вернула его в истинную веру. Есть другой пример. Жена царя Юстиниана, Феодора, обратила своего супруга в ересь монофизитства. Но, к счастью, ненадолго Юстиниан и Феодора по молитвам церкви вернулись в Богославие. По этим примерам ты можешь понять, что жена может повлиять на веру мужа и в добрую, и в дурную сторону. И ты победишь, не сомневайся, сказано, просите, и дано будет вам. Если просим дурного, оно не дается нам, а доброе раньше или позже будет дано. И Господь хочет, чтобы у него непрестанно просили добра. И только добра. Когда мы взыскуем добра, особенно для укрепления веры, для своих ближних мы взыскуем Царствие Небесное. А это первое и главное, что заповедал нам Господь. В церковных молитвах часто звучит моление о вере непостыдной и любви нелицемерной. Существует вера постыдная, которой постыдятся еретики и сектанты и на земле, и на суде Божьем. А вера православная, вера непостыдная. Тебя обижает соседка, не смехаясь над тобой, говоря, смотри, мы с мужем и без веры живем в мире и согласии. Не обращай на нее внимания. И беззаконники известное время могут жить в согласии. И черви, поедающие падаль, живут в мире, пока не съебедят добычу, а потом начинают поедать друг друга. Не начало судья концу, а конец началу. Мужество тебе и утешение от Господа.